Ну а сейчас, как и обещали, музыка, цитата. Дорогие друзья, я еду в родной город Тюмень, 14 августа, в 17.00 состоится мой сольный концерт, презентация нового альбома Imagination в музее Славцова. В программе будут подарки и специальные гости. Это информация с страницы Тюменки Юлии Перминовой, которая зарекомендовала себя на джазовой сцене Москвы, Парижа, Амстердама и Берлина. И сегодня она у нас в гостях. Юль, привет! Привет! Нигде соврали? Нет. Все правильно. Все правильно. Давай знакомься, расскажи о себе. Во-первых, у тебя музыкальное образование, насколько я знаю, школа-то понятна. Ты заканчивала в Гнесиных. Да, но перед этим я еще закончила Тюменский колледж искусств здесь. Ты продолжаешь сейчас учиться еще где-то? Я вот уже этим летом закончила в Берлине, джаз-институт. Так сколько у тебя образований? Ой, на самом деле незаконченных очень много, потому что я бросала. И после этого ты вновь будешь где-то учиться? Сейчас уже нет. Я вот уже закончила, мастера получила и все. Ну вот смотри, раз ты говоришь про Берлин, качество российского музыкального образования и зарубежного, оно сильно отличается? На самом деле не сильно, но, допустим, если говорить о педагогах, то педагоги и в России есть тоже хорошие. Но, допустим, условия, я бы сказала, немножечко получше. В чем это выражается? В фортепиано? Это выражается в том, что, ну, например, у нас очень много возможностей играть именно, то есть репетировать. Там очень много комнат для репетиционных занятий. Здесь немножко ограничено. Вот в Гнесинке я постоянно, нужно было стоять очередь там целый день, чтобы занять какую-то комнату и поиграть. То есть там сначала надо очередь на поступление отстоять? Да. Насколько я помню. Да, именно, да. А потом вот, чтобы позаниматься, да. А в Берлине там все свободно. Допустим, в нашем институте можно было заниматься 24 часа. Даже ночью приходить. И, конечно, условия такие шикарные. Тебе хочется просто заниматься. Гнесинах в актер не пускает? Да. А ты представляешь, в Берлине какой музыкальный охранник? Ну, а там. Ну, а что? Так это один из преподавателей, я думаю. Это не исключаю. А на самом деле даже охранника нет, поэтому там все свободно. Ну, это тоже определенный уровень доверия. А где сейчас твоя географическая точка проживания? Здесь. Тюмень? Нет, на самом деле нет. Я шучу, конечно. Мне просто... Это очень сложный вопрос всегда, потому что моя программа включает в себя обучение в разных странах, которые ты еще сам выбираешь. То есть это столицы европейских стран. То есть я уже жила и в Париже, и в Амстердаме, и в Берлине. Но в последнее время я могу сказать, что я жила в Берлине, потому что я закончила там. И вот. Ну, на самом деле я путешествую очень много, и это сложно. Я читала, ты писала, что вернуться назад, это было бы как... Ну, если в Тюмень, да, вернуться, это как откатиться. В Тюмень, да, вернуться назад, получается? Может быть. Или приятно поностальгировать? Нет, мне просто нравится Европа. Я к этому и хотел привести, что ты сюда приезжаешь, тебе приятно, чувствую ностальгироваться. Мне здесь приятно, у меня здесь друзья, у меня здесь родители, да, конечно, это безусловно. Но там я себя чувствую свободно именно в музыке, потому что там очень много возможностей, поэтому я там... Ну, здесь я чувствую себя как дома. Круто. Скучаю, конечно. Ты много где выступала, ну, различными известными артистами. Какое-то выступление тебе запомнилось больше всего? Да, это было в Амстердаме. Вернее, не в Амстердаме, рядом есть город маленький Альмера, если вы, может быть, знаете. И туда приехал саксофонист из Нью-Йорка, очень известный. Он играл с Джорджем Бенсоном, с разными, в общем, такими известными артистами из Нью-Йорка. Он сейчас уже старенький, ему лет 80. Вот он туда приехал, и меня позвали с ним сыграть концерт. Для меня была это огромная честь. Вот. И он, конечно, такой... Он приехал с женой, во-первых, у него жена, его же менеджер. Они такие очень милые такие, такая пара такая, да. И этот вот дедушка, его зовут Ронни Кюбер, кстати. Да, он показался немножечко таким неразговорчивым, немножечко каким-то снобом, знаете. И мне как-то даже страшно стало, что вот он такая звезда, и мне там нужно играть. И я-то начала что-то играть, он так на меня так смотрел, косился. А потом в итоге, когда мы сыграли концерт, он ко мне подошел, начал меня хвалить, начал селфи со мной делать. И я прям так растаяла. Тут как бы, ну, я должна. Да, 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 я должна была сделать. А в итоге он, да, подошел такой, говорит... Коротко. Да, это очень приятно было. Слушай, интересно. Ты говорила, я это опять же читал, что хотел бы писать музыку в кино? Да. Ты в процессе считаешь? Я сейчас уже в процессе. Я познакомилась с режиссерами из Екатеринбурга, там же есть студия, и постепенно мы начинаем вместе работать. Я думаю, что я к этому приду, потом выйду уже на мировой уровень. Кру. Знаешь, какой вопрос? Есть у тебя какие-нибудь музыкальные принципы? Вот если, допустим, про тонкую душевную организацию, вот Мурку попросим тебя сыграть? Или кто-то попросит сыграешь? На самом деле, я когда была маленькая, я играла все. У меня папа просто... Что попросит? Папа постоянно просил, например, сыграть Высоцкого. Представляете? На рояле Высоцкого. А, ровно. Ну, то есть это же вообще, это было очень смешно. Но для меня это было как бы такое испытание. Окей, давай сыграем, попробуем. То есть для меня нет границы. Идет Тахотто на Волоково. Идет Тахотто. Да, мы уже говорили о том, что тюменцы услышат твой концерт. Иммагинейшн – это воображение, по-моему, Грюоси. Да, верно. Да. Почему именно так? Я начала сочинять вот именно такую музыку, потому что я вообще-то джазовая пианистка, я пишу более сложную музыку, так сказать. Но вот именно такую киношную, как ее все называют, я начала писать, может быть, года два с половиной назад, когда я только приехала в Европу. И вот возникла такая идея делиться какой-то такой простой музыкой, чтобы, наверное, больше охватить публики, зрителей. Потому что все-таки джазовая музыка, она сложна, да, вот особенно для русских людей. Она очень сложная музыка. Да, конечно. Да. Потому что джаз бывает разный, а джаз бывает... ...бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри-бри. Конечно, да-да-да. Но у меня такая очень концептуальная такая сложная музыка. Я подумала, ну, я же могу писать легкую, и тоже как бы для меня она будет непростая, потому что там есть какие-то свои, да, технические дела. Но для зрителей, для слушателей она будет очень такая доступная. Слушайте, вот смотри, у нас просто есть инструмент. Я думаю, почему мы там... Мы можем же, да? Конечно, конечно. Знаешь, Игорь, я, насколько понимаю, ты в этом плане можешь пока что-то... Я сниму вас, да. Мы сейчас попробуем с Юлей. Мы ни разу в жизни не репетировали, просто что-то... ...экспомпт. Это джаз? Вот если импровизация будет, то, конечно, джаз. Ты знаешь, какие ты меня с счастливым человеком сейчас делаешь? Потому что я-то думаю, что это я играю сейчас. Ну, это ладно. Ребят, ребят, ну, не говорите, что вы не репетировали. Никогда в жизни. Никогда. А свое можешь? Да, конечно. Давай просто мы тебя... Я сейчас как раз из альбома сыграю композицию. Давай, а мы послушаем и насладимся просто тем, как ты это делаешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, нам остается всего только одно. А ты можешь играть в что-нибудь такое джазовое, а мы будем приглашать на твой концерт? Давайте. Давай, поехали. Друзья. 14 августа в музее Славцова в 17.00 состоится Юлин концерт. Всех туда приглашаем. Позвольте себе хоть раз в жизни прикоснуться к прекрасному. Егор Старченко, Андрей Сапегин, Юлия Пермино. Любим всех! Всем хорошей музыки! Пока! Пока!